Просто невероятно быть здесь, у подножия этих гор. На протяжении десятилетий в своей жизни, первая половина моей жизни прошла в поиске этих гор. Потому что я должен был сбросить это. И вот теперь я практически здесь не бываю. С одной стороны, духовный процесс означает стать подобным горе, устойчивым, неподвижным. Потому что человек способен на многое, только если у него есть стабильная основа. Насыщенность жизни возможна только в условиях абсолютной устойчивости. Иначе насыщенность приведет к безумию. Да? Вот почему очень многие творческие люди, в которых чуть больше энергии и креативности, чем обычно, в итоге становятся чудиками. почти сумасшедшими. Потому что без устойчивости вы не сможете продолжать этот танец. вот почему. «Шива» означает «неподвижность» и в то же время «шива» означает «танец». Он предстоит перед вами либо сидящим неподвижно, либо во взрывном порыве танца. Потому что взрыв возможен только при наличии устойчивой основы. Взрыв, не несущий разрушений, возможен только если присутствует устойчивость. Так что устойчивость... Люди пытаются обрести устойчивость, контролируя и упорядочивая свою жизнь. Ваша бабушка могла так говорить вам. «Как обрести устойчивость?» «Контролируй себя». И тогда ты достигнешь устойчивости. Да, а если умрете, станете очень устойчивыми. Абсолютно. Это я вам гарантирую. Так что обычно жизнь людей, которые говорят об устойчивости, напоминает запор. Знаете, что такое запор? Значит, все происходит по чуть-чуть. Их радость, любовь, экстаз, все происходит по чуть-чуть. Это и есть запор. Так что устойчивость появляется не в результате снижения темпа жизни или упрощения ее до предела. Это вам ничего не даст. Устойчивость — это результат того, что вы видите все совершенно ясно. Именно поэтому, когда мы говорим о дьоге, мы говорим об устойчивости. И в то же время об энергичном танце. это возможно только благодаря тому, что у него больше, чем два глаза. Не обязательно три. Просто больше, чем два. Это означает, что он видит гораздо больше, чем большинство людей. Именно из-за этого он может быть устойчивым. Если вы видите все только с одной стороны, вы не можете быть устойчивым. Так что все усилия направлены на то, чтобы видеть лучшее. Вот, например, даршин. Означает видеть. В индийской культуре всегда говорилось об этом. Вы идете в храм не для того, чтобы отправить свою петицию, но ради даршина, чтобы видеть лучшее. По сути, люди не в состоянии увидеть того, что происходит с жизнью. Просто из-за того, что они идентифицируют себя со множеством вещей. Начиная с тела, идентификация распространилась на многие вещи. Как только вы отождествляете себя с чем-то, ваш ум понимает, что это отождествление нуждается в защите и начинает работать над этим. Как же мне преодолеть свое отождествление с нацией, религией, расой? В этом нет необходимости. Если вы перестанете отождествлять себя со своим телом, все исчезнет. Все исчезнет, потому что все берет свое начало в теле. Все остальное — это лишь усиление вашего отождествления с ограничениями вашего тела. Как только вы отождествляете себя с телом, все остальные отождествления — лишь умножение. чем успешнее вы будете в том, что делаете, тем быстрее будет происходить преумножение, и тем меньше вы сможете видеть по мере роста ваших отождествлений. Психологическая драма будет увеличиваться с возрастающей силой, не позволяя вам видеть. Вы утонете в своих мыслях и эмоциях. К сожалению, мир постоянно подталкивает людей к тому, чтобы верить, что то, что происходит в вашем уме, очень важно. Я же пытаюсь убедить мир в том, что происходящее в вашем уме всего лишь хлам. Нет, Садгуру, я думаю о Боге. Это тоже хлам. Возможно, чуть более святой хлам. Но все равно это хлам, потому что в вашем уме появляется не Бог, не дьявол и не ангелы. Появляются лишь мысли. глупо воспринимать одну мысль как нечто священное, а другую как что-то еще. Мысль это то, что не является реальным в данный момент. Мысль означает, что в вашем уме гниет старый мусор. Чтобы выжить, вам нужно думать о самых разных вещах. Но для того, чтобы исследовать что-то новое, думать вам не нужно. Чтобы стать просветленным, думать не нужно. Потому что о чем вы можете думать? Вы можете думать, основываясь только на старой информации, которая уже есть в вашей голове, возможно, подходя к ней по-разному. Для жизни не имеет никакого значения, сколько вариантов проявлений найдет ваш хлам. Возможно, в социальном плане в нем есть какая-то ценность. Иногда, за границей, меня представляют как видного мыслителя. В моей голове нет мыслей. Так что видеть с определенной ясностью. Видеть все. Чтобы вы сами не были препятствием для вашего видения. Если это произойдет, придет стабильность. Что касается насыщенности, вам не нужно об этом беспокоиться, потому что такова природа жизни. Все есть насыщенность. Для того, чтобы позволить появиться насыщенности, требуется устойчивость. В противном случае вы продолжаете ограничивать свою насыщенность, потому что, когда отсутствует баланс, она причиняет вам боль. Если отсутствует баланс, а вы двигаетесь с определенной скоростью, вы навредите себе. Неважно, едете ли вы на велосипеде или покоряете космос. Если у вас отсутствует баланс, и при этом вы набрали скорость, то вы можете сильно себя поранить. Так что баланс — это очень важно. А баланс, происходящий из-за ограничений, таковым не является. Это упакованная смерть. Да. Вы упаковываете смерть определенным образом, и она выглядит очень прилично и достойно, потому что мертвые всегда выглядят очень достойно. Мертвые никогда не делают ничего неприличного. Не так ли? Так что, по сути, все происходит из ясности видения. Ясность не появится, если не возникнет небольшая дистанция между тем, что такое я и что такое мое тело. Если такой дистанции нет, тогда приумножение отождествлений будет неизбежным последствием. Видение. Если уделять внимание этим горам, вы каждый день будете сходить с ума. Несмотря на то, что я носил их к себе всю свою жизнь, все равно я схожу с ума просто глядя на них. Вы либо их не видите, либо смотрите на них, но все равно не видите. Однажды Шанкаран Пилай приехал в центр йоги Иша и сказал, что хочет остановиться в комнате с хорошим видом. После некоторых раздумий администрация направила его в Читра-блок. На следующее утро он пришел на ресепшн и сразу начал жаловаться. Я же просил комнату с хорошим видом. А вы меня куда поселили? Ему попытались объяснить, что это комната с самым лучшим видом. Он сказал, да где же вид? Гора все загораживает. Гора никогда ничего не загораживает. Все дело в вас. Посмотреть за пределы собственных ограничений. Вот и все. хоро, что это неприятное которое ожидали, что это время не загорелся. Продолжение следует...